Друзья, всех приветствую! На моем канале есть две части видео по доработке мотора автомобиля Нива. Первая часть называется Мечта Нива Вода. Мотор 1.9, 120 лошадиных сил. И вторая часть, когда мы после того, как мотор собрали, поехали на Покатухе в Песчаный Карьер. И по комментариям мне пишут Виталян, типа фигня, все как это, так вы заехать не могли. В итоге, приехали к нам ребята с других городов. Сегодня очень много автомобилей. Нива у нас с понижением, с одним самоблоком, с двумя. На АТ, на МТ, на трассовых шинах. Будет также поджерик 3.5 литра. Турбо Нива на трассовых шинах, так как предыдущие видео вам понравились. Продолжаем эту серию. Едем мы в Песчаный Карьер, на крутые горочки, где мы с вами покатаемся. И вы для себя сможете определиться по конфигурации автомобиля. Есть стоковые, подготовленные. Поэтому, вам ребята, приятного просмотра. Не забывайте подписаться, поставить лайк, написать комментарий и поделиться видео. Первый автомобиль у нас заезжает Турбо Нива Василий, который делал мне мотор. Походовой стоковая машина. Мотор турбовый. Турбин ТД-04 стоит. Ну, в принципе, как бы. Колеса у нас. Колеса у меня стоят 18, низкопрофильные 225 на 40. Поэтому шансов мало в песке. Ну, попробуем, по крайней мере, как поедет. Так, друзья. У нас шел дождь. Песок мокрый. Никто у нас колеса не травит. Две попытки. Турбо Нива. Ух ты. Смотри, что творит, а, парни. Хороший застрел, хороший. От конуса. Убираю минус 10 метров. Вот он стульчик. Все, погнали. Хорошо идет. Хорошо идет. Хорошо идет. Молодец. Первый автомобиль Турбо Нива заехал. Второй участник. У нас он в предыдущем ролике участвовал. Шеви Нива в стоке. Да, в стоке. По-моему, прошита она. Единственное, что газ, бензин стоит. Ну, в стоке я на бензин сейчас буду ехать. Понятно. Едем. Первая пониженная сразу. Между всего и блокируем. Шина у нас двоечка. Пробуем? Поехали. Так, стоковый не у нас. Осмотрим отличие от Турбо Нивы. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Молодец. Нива Урбан. Александр, полный сток машина. Шина. Кам офлайн. Размер? 215 на 65. Не, 215 на 70. 16. Второй у нас сток. Шевик заехал, в принципе. Все едут. Первая пониженная. Я сразу говорю ребятам. Ежесевой блокируйте. Первая пониженная. И заезжают. На самом пике, на подъеме встал. Поворот налево. Вторая попыточка. От стульчика у нас. Поехали. Вот вам моторы. Нива Урбан. 80 лошадинных сил. Молодец. Чей участник? Нива 2131. Алексей, про Ниву? Ничего, сток. То есть, столько автомобиль. Колеса у нас. Размер? 16. 215. 65. 215, 65, 16. Да? Давление двоечка. Да. Две попытки. Поехали. Вот мой собрат. 2131. 2131. Давайте посмотрим. Идет неплохо. Отлично, молодцы. Молодцы, ребята. С первой попытки. Николай, который продал у нас. Что продал? Поджерик. Поджерик. Белый поджерик. К Ниве пришел. Да, вот пришел к Ниве. Здесь у нас стоит шестнарь. Напомню, какие еще доработки. Так, блокировка в самоблоке. Тольятинский. И занижение в раздатке. В раздатке. Сейчас едем. Первое пониженное. Меже всего блокируем. Ну и посмотрим. Меже всего не блокируем. Не блокируем, да? Смотрим, как едет шестнарь. Так, колеса. По колесам. Напомню, размер колес. 235, 75, 15. Давление двоечка. Поехали. Шестнарь, ребята. Смотрим, как шестнарь работает. Ну, неплохо. Чувствуете, да? Ну, нет, он так не сможет заехать. Так, вторая попытка. У нас здесь есть небольшой нюанс. Рычаг. Раздатка. Раздатки от шевика. И вторая передача, короче, упирается в рычаг, и ее невозможно включить. То есть, или первая пониженная, но, как видите, она зарывается. Сейчас мы едем на прямой. Правильно? Поехали, смотрим. Ох, как он! На повышенное. Первая повышенная. Ну, нет, нет, вы что, ребята? Нет? Ну, там такая, бля, пластиковая. Ну, да. То есть, мы сейчас пытаемся убрать рычаг, чтобы заехать. Давай сейчас. На какой? Сейчас, как получилось? Не выдергивает, что? Ну, он и мешает. А на третьей пониженной, Коль? Бля, третьей не возьмем, нет? Сейчас, подожди. Тогда пробую. Это та же самая, что первая пониженная. Да, нет, но все равно у тебя занижение. Пробуем на третьей пониженной, правильно? В течение третья попытка, с третьей пониженной. Но нет, тяжело, парни, тяжело. Так, у нас с Николаем получилось включить вторая пониженная, меже всего и заблокированная. Пробуем. Поехали. Что, смотри на второй пониженной. О, вот инерция есть! Хорошо, хорошо. 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 Отлично. Молодец, молодец, отлично. Вот вам шестнарь. Нива Бронто уже участвовал в наших покатухах. Представьтесь. Евгений. А про Ниву? Просто Нива Бронто. Короче, человек не знает, что под капотом, в принципе, он ее купил относительно недавно, да? Правильно? Да. Вот мы с ним рассказывали, но едет на интересное. Шина у нас МТЭХа, давление двоечка. Да. Две попытки. Вторая. Не потянул. Первая пониженная. О, вторую включил пониженную. Но нет, нет, парни, нет. Первая пониженная. Гребет. Хорошо. Молодец, ползет. Не, Нива интересная. Все, пошла, пошла. Молодец, зачет. Следующий участник у нас Нива Бронто. Влад. Про машину. Штатный Нива Бронто. Только колеса побольше. Колеса МТЭХа. Так. Колеса нетравленные. МТЭХа. Максис. Две попытки. О, как тихо, да? Как плавненько он поехал. Смотри, что. У Нива Брон, как знаете, установлено с завода. Два дифференциала повышенного трения. И у них, по-моему, пара, да, Вася, по-другому? Ну, у него, скорее всего, 3,9. Ой, 4,1 стоят. Эм, ё-моё. Сейчас еще резина может быть. Смотрим, смотрим. За счет резины. Все, карабкается. Зачет. Молодец. На МТ колесах. Кама Флайм. Давление двоечка. Про машину. Перед, за самоблоки. Занижение. 3,07. 3,07. Двигатель. Стоп. Распредвал. Еще дело не дошло, да? Еще дело не дошло. Как-то вон оборотов мало. Мало-мало. Смотри, неплохо, да? Без оборотов. Потихоньку, помаленьку. И вот здесь вот не хватило двигателя у нас. Видишь, а в ладо блоги. А здесь тоже у него блоки. Я просил. Здесь тоже у него два самоблока. Он недавно установил в передний редуктор дифференциал повышенного трения. Вот переднего погреба, а заднего. За счет занижения, в принципе, у него достаточно будет мощности, чтобы вытянуть автомобиль. Межосевой блокированный. Вторая пониженная. Поехали. Назад лучше. Отлично, молодцы. Паджеро. 3,5 автомат, никакие блокировок. Бензин? Бензиновый. Бензин. Электронные помощники. Как поедешь? С первой пониженной. Трассовая шина, давление двоечка. Две попытки. О, как хорошо, хорошо пошел. Здесь еще можно поспорить, на МТХ или на трассовой шине ехать. На МТХ все-таки копает сильно и быстрее закапывается. Вот, пожалуйста, поджерик на трассовой резине заехал легко. Нива Тревел. Новая, 8 тысяч пробега. 9 уже, да? Уже 9. С Алексеем мы видео снимали. В предыдущем ролике мы с Алексеем договорились, что мы скатнемся по трассе, да, кто быстрее. В принципе, начало ролика у нас записано, но мы решили там кое-что подделать. Поэтому ролик выйдет позже. Про машину. Абсолютно стойки, да, 205-65, по-моему. Давление двоечка. Две попытки. Две попытки. Все заблокировано. Первое. А вот здесь, говорю, смотрите, трассовая шина. Молодец, молодец, Алексей. На МТ размер 215. 75-15. Рама автомобиль. Стандартный, не самоблоков, ничего нет. То есть автомобиль в стоке. Без замедления. Карбюратор. Карбюратор. Самое главное, карбюратор. Две попытки. Посмотрим, где мощи больше инжектора или карбюратора у нас. Идет, идет, молодец. Парни, все, кто приехал, все, кто участвует, вам большое спасибо. Ну и для вас тоже интересно узнать больше о своем автомобиле. Вот так вот, карбюратор. Шеви Нива. Про машину. Все сток, кроме шины. Шнуркель завода установленный. Он у тебя подсоединен, да? На данный момент. Шина у нас АТ, давление двоечка. Две попытки. Поехали. Шнуркель очень мало подает воздуха. Я на себе проверил, установил шнуркель. И есть разница, когда ты его отсоединяешь в нагрузке и когда ты едешь со шнуркелем. Со шнуркелем очень тяжело. Молодец, заехал. После всех заезжает мой автомобиль. 21-31, два самоблока, шины 225-70 на 16, мотор 1,9. Мотор собирал Василий и как раз он на нем прокатнется. Сейчас и попробуем, что собрали. Вторая пониженная, межосевой заблокированный. Пробуем? Давай. Я молчу, смотрю просто. Парни, легко. Мотор 1,9. Как производитель автозапчетей сказал, около 120 лошадиных сил. Так, Василий, рассказывай про автомобиль. Поначалу я боялся завод. На второй, ни раз на Виталийной не ездил. Но очень уверенно шла. Со страху где-то, наверное, газа даже больше давил. Не хотелось сдать. Но уверенно зашла. Можно было, в принципе, прям... Газа меньше гораздо давить. Тянет хорошо она. То есть этим мотором можно играть газом? Можно, да, абсолютно отпускать. Я уже как бы практически газ в полосу шел со страху. Потому что первый раз на этой горе, на этой машине. Но едет очень прям уверенно. Мне понравилось. Надо еще какую-нибудь горочку заехать. Итак, друзья, первое упражнение мы откатали. Пробная горочка была. Сейчас мы заезжаем на самую лютую горочку. По другой траектории. Первый заезжает у нас поджерик. Уже как бы практика по первой горочке есть. Поехали. Блин, стартует как классно. Тут песок, подъем. Неужели зайдет, парни? Все, сел. Очень сложная, очень тяжелая горочка. И самое главное, стаскивает влево и вправо. Мы обычно катались, когда сухой песок. Но сейчас песок очень мокрый. И поэтому очень тяжело. Вторая попытка у нас идет от стула. Это примерно около 10 метров. Поехали. В отсечку садится. Ну, ребята, не знаю. Так как мы никто не травимся, и я думаю, будет сложновато. Тем более, он сейчас траекторию нам всем попортит. Шестнарь. Так, вторая пониженная у тебя там работает? Или первая пониженная? Я смотрел вторую. Вторая пониженная, мерсивая блокированная. Будет пробовать после поджелика. Две попытки. Давай. Хорошо, хорошо идет. Ух ты, парни, хорошо. Вот вам шестнарь. Дури. Достаточно. Давай, Коля, мы в тебя верим. Коля, яйца у тебя вот такие. Молодец. Не, стартует вообще огонь. Вообще огонь. Коля, ты молодец, конечно. Коля участвует уже не первый раз. На поджерике много раз. Такие кадры делает. Машину почти ложат на бок. Но нам это, конечно, не нужно. Но автомобиль, вот это зачетно у него получился. Экспериментальный заезд. Даем намного больше разгона. Не помогло. Разгон не помог. Два самоблока и МТЭХа. Вторая или первая? Вторая. Ну, в принципе, да, занижение. Пробую. Есть возможность переключиться на первую. Две попытки. Поехали. Занижение точно такое же, как у меня. Не успело переключиться. И тоже не хватает мощности. Вторая попытка. Поехали. Вторая попытка у нас идет от стульчика. Ну, как видите, результат почти у всех одинаков. Нива 2131 на шоссеечке без занижения, без самоблоков. Две попытки. Поехали. Нет, то длинная база, она может и хорошо, и плохо сыграть. Но на данный момент просто не хватает мощности. Вторая попытка. Человек, оказывается, ездил с стульчаным кондиционером, да? Да. Сейчас мы его видели. Говорим, выключай кондиционер. Вторая попытка. От второго конуса. Поехали. Вот она и поинтереснее поехала. Вот так вот. Молодец. Следующий участник. Ты ездишь без кондиционера, надеюсь? Ну да, да. Выключенный кондиционер. Давай, две попытки. Попробую со второй, наверное. Смотри, как знаешь. Ну, со второй ты не поедешь. У тебя две попытки. О, по другой траектории решил. Все. Вторая, первая, и ты воднулся. Ну нет, это глупо. Это глупо. Тут стоковый автомобиль. Только с первой пониженной раскручивать до максимума. На МТ-хе кондиционер выключенный. Две попытки. Поехали. Хорошо, хорошо. Первая, вторая. И не хватило. Крутит. Ну, в принципе, задел есть, да? Определенный у этого Невасика. Попытка вторая. Поехали. Ну, то же самое. Говорит, там садишься на пузо. А? Вообще супер, парни. Единственное не вас. Нева Брон. Настал готовиться. Турбо Нева. Две попытки. Турбо Нева. Поехали. Ну, как-то поздно подхватило. Поздно, 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 поздно. Тяжеловато. Вторая попыточка от второго конуса. Со второй. Пробуй. Кулаки держим. Вот, пожалуйста, турбо Нева. Показала задел, что может ехать не только по трассе, но и по пескам. Стоковый Нева Урбан. Поехали. Все. Вторая попытка. Поехали. Вторая попытка. Ну, нет. Стоковый автомобиль не вытягивает. Со шноркелем в стоке. Правильно? Поехали. Две попытки. Слабенько, слабенько, слабенько. Но так и ожидалось. Нажимай. Первая пониженная и держи. Ну, как видите, сложновато. Сложновато. Песок, конечно, коварная вещь. Что, Николай, еще решил? Как поедешь? Вторая. Вторая. Давай, мотор крутит, в принципе. Как видишь, две машины зашло. Вот, от второго конуса. Все, нормально. Давай. Шестнарь. Погнали. Блин, ну, стартует классно, да, Вася? Да, конечно. Здесь-то у нее долго. Она убирается. Здесь у нас чуть-чуть меньше, да? Угу. Не получилось. Поджерик решил еще раз попробовать от второго конуса. Давай. Ну, как-то, он слабо набирает, да? Ну, он автомат. У него уже автомат? По-любому. По-любому автомат. Побышь. Сначала со второй, попробую. Сейчас первую, потом вторую, включу, попробую. А у меня в отсечке уже вот здесь упирает, уже и скорость не набирает. Уже снизу. Ну, давай, давай, пробы. Поехали. Поехали. Ну, что, друзья, заключение, попробуем наш автомобиль, как заявлено, мотор 1,9 и от 100 до 120 лошадиных сил, занижение 307 в раздатке. Конечно, я очкую, не знаю, получится, нет. Руку и песок со второй, поедем. От первого конуса все правильно? От первого конуса все правильно? Снима, как видишь, я получилась. Здесь я просто закапываюсь и дальше не еду. Ну, видно, что там балками, там, вечериней я убираюсь. Большим разгоном ходами пройти. Попробуй. Тоже есть отсечка. 5 тысяч, надо делать отсечку больше. У меня 5 тысяч. 5 тысяч ложу и все, наверное, как у меня есть. Ну, давай, для интереса просто водим. С третьей попробуй. Сарай в пол, третий в пол и пошел. Ну, сядет, а это и на второй садился. Давай попробуем. Нарыл он. Вот если бы не нарыл, все, я бы взросл. Подожди, я его не помню. Пошел прям. О, пошел. О, пошел. О, пошел. Виталий Сергеевич, давай резюмируй. Василий, я что-то не вылетел через трешу. Но, между прочим, вторая и третья тоже поехали. Третья пониженная. Ты что, заехал? Вот если бы ты в тот раз не накопал, ты прям бы до конца залезал. Ну, я так как начал прыгать, я думал, что пола осела у меня останутся там. Это все было слежа выжить в прыжке. Кто хочет попробовать? Вот сейчас вот, в принципе, интересно. Там прыжки. Там консультанты. Да, да. Вот. В принципе, на третьей пониженной, оказывается, она тоже едет. Я, как бы, обычно вторая, первая. Мотор вытянул без проблем. А сейчас, ну, это, опять же, какой разгон был? Ну, какая разница? Вот. Тут с места, понятно. Если с места, то у меня она почему-то не заезжает, закапывается. А вот пусть, ну, кто поедет? Пусть на третьей также попробует, заедет или нет, ради интереса. Давайте посмотрим. Эксперимент. Вот шестнарь, так же от подвери, как и я заезжал. Вторая, потом третья. Вторая. Третья. Давай, со второй, шестнарь. Вторая пониженная. Занижение. Молодца. Ну, пробуем теперь поджерик, так же с разгону. Давай. Будут такие прыжки? Смотрите, вроде разгон такой же. Ну, теперь самое главное спуститься правильно. Хотя я с того места смог заехать, да? Да. Я с того места. У тебя резина, короче. Ну, какая? У меня АТ-шка, обычная АТ-шка. Очень опасно вот оттуда съезжать. Очень опасно, ребята. Справа, вправа, руль. Справа, вот, вот так. Держи руль, держи. Все, 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 отлично. Ух ты, отсечка. Отсечка, 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 отсечка. А на второй чуть-чуть. Как раз в этом месте начинаешь прыгать. Давай, дружище, давай. Ура, ура, ура. Ну, все, давай, пробуем. Ребята, молча, сели и погнали. Молодец, молодца. Ну что, друзья, покатались. Сейчас есть возможность поехать в грязь. У нас два участника согласны. Испачкать автомобиль. Вот шестналь, а? Вот шестналь, супер-попер. Самые смелые выезжают здесь. Подъем. Вот занижение. Я здесь, в принципе, в натяг почти выехал. Молодец. Вот дурилка. Карбюратор. Давай, давай, газу, газу. Тут все прыгают. Молодца, потихонечку. Покажу с салона автомобиль. Очень интересно. Вот он, стоковый у нас, не вас. Вообще, прикольно делай дела. Леха, не позорься, не позорься. Стоковый на узкой резине. А какой, спокойненько. Итак, друзья, я обещал рассказать про Турбо-Ниву. Вот Василий. Давай, Василий, про Нивас рассказывай. Куплен мой был, наверное, год назад, чуть меньше, у товарища моего с города Оренбурга. Мотор 1,7, родной. Низ облегчен. Снято около, наверное, килограмма металла. Облегченные шатуны. Коленвал. Клапана стоят тюльпаны. Голова делал портинг. Отправляли в Тольятти на станке с ЧПУ. Турбина TD04HL. Масло. Кулер стоит. Соответственно, интеркулер воздушный стоит. Форсунка 630-й. Сименс дека. Переделано, соответственно, на даты ДТВ. Все это онлайн откатано. Распредвал стоит 118-го КБ динамика под жесткие толкатели. Разрезная шестерня. На данный момент наддув где-то, наверное, порядка 0,6-0,7 бар сделан. Ну, по расходу воздуха где-то, наверное, порядка 160 лошадей на данный момент. Вот. Плюс, перед наводнением в апреле я частично переделал в тревел. Немножко не успел доделать. То есть, менял переднюю часть, молдинги и так далее. Ходовая спереди с РПМ стоит. Карданы белокарт. Сзади самоблок. Но он, правда, уже не работает. Но, тем не менее, когда-то стоял. В остальном сток. Колеса 18-е от Ауди. Роторы стоят на низком профиле. Сегодня, в принципе, нам и было интересно попробовать, каково на низком профиле 225 на 40-18. Поехать по песку. Поедет ли она против МТ-резины. Ну, как бы, я доволен. В принципе, неплохо поехал, потому что был сырой песок. Был бы песок сухой, я думаю, шансов бы не было. Потому что травиться бесполезно на таких колесах. Некуда травить. Но, в целом, как бы, поехал все неплохо. Ну, кому интересно, еще сейчас по салону покажем. Была установлена рамка от Нива Тревел. Заказана переходная рамочка дополнительно под магнитолу Тейс. Также был куплен Wi-Fi адаптер. Адаптированный под, скажем так, тюнговые автомобили. И конкретно работающие с ТРС, на которые у меня настроены машины. Здесь мы имеем параметры двигателя. Наддув. Температура двигателя. Процентное открытие дроссельной заслонки. Температуру впускного воздуха. Заряд и расход воздуха. Также машина отшита по передачам. Соответственно, здесь сейчас нейтралка. Когда мы едем, она видит каждую передачу. То есть на какой передаче едешь, соответственно, так она и едет. Имеет функцию самодиагностики. Здесь снималась у меня клемма. Поэтому вот эти ошибки горят. Соответственно, здесь у нас скорость показывает. В таком формате и в цифровом. Посередине тахометр. И плюс настроить можно любую величину на предельную величину. То есть, допустим, мы можем выставить на 5000, на 6000 отсечку. И экран будет загораться определенным цветом. Скажем так. Казани тысячи шести. Извиняем. Еще. Вот скоро загорается зеленым, что около критических. Да, потом загорается красным, когда уже... Вот мы видим, соответственно, надув турбильный. Вот сейчас она у нас в атмосферном режиме. Когда надувается, уже показывает испыток. Ну, вот такого вот плана. Можно выставить именно, когда температура будет критичной, загореться красным экраном. Либо передув, он загорится красным. Ну, то есть, на ходу очень удобно. И также аналоговой велкой. Давай подытожим наши сегодняшние подготовки. Вот ты приехал из другого города. Много новых участников к нам сегодня приехали. Которые писали, что, типа, как так вы не можете заехать в песчаные горки. Сегодня многие приехали, попробовали по нашему двигателю, который вот непосредственно ты собирал по моей Ниве. И немножко пробежимся по другим автомобилям. Ну, сразу скажу первое, что когда смотрел на видео, ну, гора казалась не совсем крутой. Как бы немножко так. Я знал, что на видео все выглядит по-другому. Но не ожидал, что настолько. То есть, когда спускаешься в этот карьер, как-то даже немного головокружение какое-то от такой высоты вокруг. Первый раз, когда посмотрел, думаю, куда там вообще ехать. Ну, в итоге поехали. Виталий дал мне свою Ниву попробовать заехать. Я на Нивах ездил на разных, там, не только на заряженных и так далее. На обычных у меня еще есть вторая Нива Chevrolet. Абсолютно, скажем так, стоковая на стокмоторе. Ну, в общем, Виталин конфиг, на мой взгляд, очень удачно. У него стоит занижение. Плюс 1,9 мотор. И у него удачно совпали передаточные числа, что машина едет даже на третьей пониженной довольно уверенно. То есть, если у нее есть немножко разгон, со второй пониженной она с места трогается без проблем в любую гору. На третьей пониженной мотора хватает даже в реально очень крутую гору. Да, это мы сегодня увидели. Поэтому, да, как бы, честно сказать, я моторы собирал, а ездить-то на них особо там и не ездил в каких-то экстремальных условиях. Но мне реально прям понравилось. Во-первых, очень круто. Столько народу. Такие горы крутые. Виталий меня в самую крутую гору и на моей машине отправил. Честно, стоять и смотреть внизу жутко, когда особенно машина не заезжает и спускается задом. Дух захватывает просто на нее смотреть. Поэтому, ну, реально очень круто. Крутые заезды были. Машинки были тоже прям очень неплохие. Понравился Николай Нивы на шестнаре. Немножко, как бы, еще недоделанная, недопиленная. Коля только ее купил, начал заниматься в правильном направлении. Идет потенциал у машины очень большой. Да, хороший. Вот, поэтому, ну, очень интересно. А Бронта там, да, вот человек, который купил? Бронта, да. Ну, человек ее не жалеет. Видно, что купил именно для хороших жестких покатушек. Очень хорошо едет. На мой взгляд, тоже мотор что-то доработал. Плюс, наверное, сказать, еще и понижение стоит. Очень хорошо тоже Бронта ехала. Прям порадовала. Ну, и в целом, покатушка класс. Мне прям очень понравилась. Ребята все такие душевные, дружные. Друг-руг поддерживают. Поэтому класс. То есть, то, что вы приехали, вам понравилось, да? Понравилось однозначно. Поэтому, если у кого-то есть возможность бросить дела, приехать, покататься. Советую, честно. Вот отдохнуть от работы, от всего. Отлечься, приехать, кайфануть. Свою машину я, конечно, не долбил. И так далее. У меня машина не для этих целей, скажем. У меня машина городская, на низкопрофильной резине. Но, Виталий сказал, давай, покажи. Конечно. Сможет, не скажешь. Приехал и не хочет заезжать. Да. То есть, когда заезжал в самую высокую гору, но было не так страшно, чем когда смотришь, как Баджера, допустим, оттуда вниз спускаясь со своими колесами. Было жутко. Ну, а тут как-то, не знаю. Адреналина, конечно, море. Ну, спасибо вам, что приехали. Вам спасибо, что позвонили. Ребята, приезжайте, не стесняйтесь, пишите. Собака Нива 07. Буду рад вас встретить и покататься. Друзья, приехали мы на другую локацию. Константин, который говорит, я по горкам не люблю кататься. Я, как, люблю по грязи ездить. Ну, давайте посмотрим. Грязевой замес. Тоже интересный формат. Костян, лучше бы ты на горке бы заехал. Грязь вонючая. В принципе, не видно поле-поле. А в траве, как видите, грязюка. Так, я попробую дойти. Ну, в принципе, я пока иду, но лягушки. Как говорится, квакают. Костян, ты как-то недалеко уехал. Да, надежды-то были. Что-то где-то не фартануло, да, у нас? Нет, все нормально, как и планировали. Я говорю, лучше бы ты по пескам поехал. Нет, нет, как и планировали. Короче, сейчас, смотри, мы тебя вытаскиваем. Ты берешь больше ходу. И должен ты проехать. Потому что нам за тобой ехать. Что, вытаскиваем тебя? Лебедка, это, конечно, тема. Хорошая вещь. Тоже нужен определенный ход за лебедкой. Ну, Костян говорит, надо проехать по-любому эту грязь. Поэтому мы по другой траектории разгоняемся. О, почти проехал, парни. Вот красавца, а. Константин у него была L200 синяя. Может, помните, тоже мы здесь участвовали. Вот. Ну, в принципе, прикольно, слышишь? Нормально. Но мало ходов, да? Ходов мало, прошел бы. Надо будет попробовать. Ну, что, вытаскиваем? Второй раз автомобиль. Но мы хотим проехать. Все-таки инерцию набрать. И чтоб автомобиль у нас проехал эту грязь. Грязище вонючее, вы не представляете. Это типа болото. Дождь начинается. Надо проехать, Кость. Здесь только ты один можешь, понимаешь? Вот твой не вас, больше все слабаки. Остальные и так понаделались хиромантией всякой. Я могу, что могу. Вот. Давай, надо добивать. Вытаскиваем. Если не вытаскиваем, то едем домой. Вот это лучше. Ранняя попытка. Проехать надо. Давай, Костян, газу, газу. Костя, газу. Ну, как так? Не фортануло, Костя. Ела-пала. Что делать? Что делать? Парни, что делать будем? Оставляем. Оставляем. Дождь начинается. Сейчас промокнем. Костя, скажи, почему так получилось у тебя, Костян? Короткую дорогу искал. Все, давай вытаскиваем. Ну, вот такие, друзья, интересные покатухи у нас получились. Сейчас мы лебедку максимально разматываем. 25 метров. 24 там. И вытаскиваем Костяна. Ну, в принципе, Костян молодец. Не побоялся. Единственный, кто решил попачкаться. И потом, самое главное, очень долго отмываться. Мы здесь тоже покатухи устраивали, катались. Грязь, на самом деле, типа как солончак. Она очень склизкая. Протекторы забиваются. Вот. Ну, давай. Цепляем и будем вытаскивать. Как видите, Андрей идет и сапоги почти оставляет в грязи. Вот так вот. Ну, все. Тащим. 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 Сапоги. Тащим. Продолжение следует...